Проект «Я помню» Интервью с ветераном Великой Отечественной войны Тюленев Владимир Иванович Интервью и литературная обработка Николай Чобану Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Опубликовано 15 марта 2011 года Часть третья Вы можете сказать, что чью-то гибель на фронте переживали особенно остро? Может быть, погиб кто-то из ваших друзей? На фронте я больше всего сдружился с ленинградцем Александром Кирьяновым, про которого уже не раз упоминал. Он у нас был старшим разведчиком во взводе управления, и комбат его всегда старался держать при себе, потому что Сашка был очень смелый и ловкий парень, который мог выполнить любое задание. Недаром он стал кавалером двух орденов Красной Звезды. Он мне, кстати, рассказывал, как в 1946 году командир нашего дивизиона, тоже ленинградец, отправлял его в Ленинград. Поедешь, поможешь привезти семью. Он, конечно, заскочил к своим родным, а они его спрашивают. Ну как ты, Саша, воевал на фронте? Да, воевал. Так ты же не убит и не ранен. Всех удивляло, как этот человек был на фронте, имеет два ордена, и при этом не убит и не ранен. Сомнения у людей возникали. С Кирьяновым мы после войны переписывались, а когда я бывал в Ленинграде, то и встречались. Но когда в перестройку началась эта заваруха, то связь у нас оборвалась. А про свои переживания по поводу погибших товарищей я вам расскажу одну забавную историю. Когда в конце войны наш полк, в то время уже переформированный, в 120-й легкоартиллерийский полк, расположили в местечке Финкенхофф, то именно там у нас проводили митинг в честь победы. Меня к тому времени уже избрали комсоргом дивизиона, и замполит капитан Лебеденко мне говорит, тебе тоже придется выступить. Так я после этих слов целую ночь не спал, так переживал. А когда залез на грузовик, поднял руку, как Ильич, и начал тоже, как он. Победа, о которой мы так мечтали, так ждали, в которую так верили, свершилась. Но какой дорогой ценой она нам досталась. Вы все помните Вячеслава Сушкина? Примечание. По данным АБД «Мемориал», наводчик 120-го легкого артиллерийского полка 1-го танкового корпуса, младший сержант Сушкин Вячеслав Михайлович, 1924 года рождения, погиб в бою 18 сентября 1944 года. Александра Рычихина, Михаила Центнера. Я тогда многих наших погибших товарищей поименно помнил. И сам при этом так расчувствовался, что в глазах слезы ком горло подошел, говорить совсем не мог. Так замполит мне потом так сказал. Хорошо выступил, но плакал еще лучше. Но ведь недаром даже в песне поется это праздник со слезами на глазах. А как так получилось, что вас избрали комсоргом дивизиона, особенно учитывая, что из-за истории с отцом и дядей вас не принимали в военное училище? Вот так и получилось. Так мало того, меня же как комсорга все уговаривали вступить в партию, и потом кандидатом в члены партии приняли еще во время войны. А комсоргом я стал так. В августе 1944 года мы стояли в Польше под Ломжей, и вдруг нас снимают и выводят на переформирование. Решили из нашего ИПТАПа сформировать легкий артиллерийский полк. Вместо 57-мм пушек выдали 76-мм пушки и сделали из полка два дивизиона, по три четырехорудийные батареи в каждом. Но в сентябре нас вдруг включили в состав первого танкового корпуса и срочно бросили на уничтожение окруженной группировки немцев под Ригой. Получили приказ ни в коем случае не допустить, чтобы немцы пробились из окружения к своим в Восточную Пруссию. Встали в каком-то лесочке, и тут приходит комсорг полка старший лейтенант Кузин, симпатичный такой парень и говорит, нужно выбрать комсорга дивизиона. А так как еще в обороне меня, как одного из самых грамотных бойцов, привлекали выпускать боевой листок и выполнять и другие поручения, то он меня уже хорошо знал, поэтому на общем комсомольском собрании предложил мою кандидатуру и меня открытым голосованием избрали комсоргом дивизиона. Вот где, я считаю, была настоящая демократия. Народ избрал, пожали руку, и порторг меня сразу за хобот. Ты по-прежнему будешь числиться во взводе управления, но будешь заниматься только этой работой. Хотя на самом деле это была неосвобожденная должность, но фактически меня полностью освободили от всех остальных обязанностей, и я оказался в подчинении замполита Лебеденга и порторга Рохленка. Вот так я оказался не просто в новой для себя роли, но и в командном составе дивизиона, и с этих пор много занимался политической работой. И, видно, хорошо справлялся, потому что после войны меня отправили учиться в дивизионную партшколу, а потом даже хотели отправить на учебу военно-политическое училище. Но я отказался, потому что уже понял, насколько это неблагодарная работа. Ведь сколько всего нужно организовывать, согласовывать, договариваться. И если даже ты все сделал хорошо, все мероприятия провел, планы составил, но стоит лишь одному разгильдяю напиться или что-то натворить, то тебя первым же и высекут. Комсомольская работа поставлена не на должном уровне, слабая. Комсорг работает плохо. А работа на самом деле бесконечная, и ее нужно постоянно заниматься. Чуть только пауза, сразу звонок. Тюленево в штаб полка на семинар, где проводился обмен опытом, и порторги нас натаскивали будь здоров. У меня, кстати, есть такой вопрос. Как вы считаете, нужны ли были в армии политработники? Потому что на самом деле очень многие ветераны признают, что далеко не все из них пользовались авторитетом среди личного состава. Я считал и считаю, что воспитание – это очень важное и необходимое дело, потому что среди солдат попадаются самые разные люди. Конечно, попадались и такие политработники, которые особого рвения не проявляли, и которых на передовой почти не видели. Но на основе того, что видел лично я, могу сказать, что наш партийно-политический состав очень здорово и плотно работал с людьми. Например, я до сих пор с большой теплотой вспоминаю порторга нашего полка, казаха Кенжигалиева и комсоргов Евтеева и Шишлова, потому что это были очень грамотные люди, которые учили меня самым основам, как проводить беседы, собрания, как писать боевые листки, а самое главное – проводить обмен опытом. Для меня это было сущее наказание, ведь когда на передовой головы не поднять, какая уж тут работа. К тому же информации почти никакой. Только дивизионная газетенка, блокнот агитатора, да радиоприемник у нашего замполита, майора Шаповалова. Помню, как он нас собирал, раскуривал свою трубку и начинал рассказывать о том, что в мире творится. Лично я, например, с удовольствием вспоминаю эти очень интересные и информативные беседы. И у других солдат негативного отношения к политработнику я тоже не помню. И все же мне немного непонятно. Ваш отец, да и вообще вся семья достаточно серьезно пострадали от властей, причем пострадали, судя по всему, без всякой вины. Да и вам тоже выказывали недоверие и не приняли в военное училище. Неужели у вас совсем не было обиды на власть, на партию, раз вы с такой легкостью согласились перейти на комсомольскую работу? Какое, например, у вас было отношение к Сталину? Мое мнение такое, что не было бы Сталина, войну бы мы точно проиграли. Потому что в такой страшной ситуации нужна была огромная сила воли, чтобы собрать всех в единый кулак, сжать, организовать, заставить. А если как Горбачев мы сверху, а вот снизу, то так и доигрались, что с этой перестройкой страны не стало. Начали играть в демократию, но получилось как с бочкой. Обручи сняли, и все сразу же развалилось. А мы искренне верили Сталину, в те задачи, которые он ставил. Знали, что кровь из носу, но выполним все то, что он сказал. Сейчас вот пишут, что Сталин такой-сякой, но только представьте себе, что могло бы случиться, если бы нами руководил такой мямлик, как Горбачев. Нет, я уверен, что в такой критической ситуации и нужен был только такой человек, как Сталин. Кто еще, кроме него, смог бы так объединить наш народ? А насчет своих обид я вам скажу так. С одной стороны, конечно, я виню Сталина в том, что при нем, под его именем, исковерка лежит в моей семье. И не только нам, но и очень многим людям. Вот взять, например, мое родное село. Ведь наше село Устьянск было основано в 1610 году и считается одним из самых старинных сел во всей Сибири. До революции село было большое, волосное, около 5000 человек. Имелось три мельницы, две школы, два кирпичных завода и церковь. Еще при мне в селе стояло здание суда, где до революции заседал урядник, там даже карцер был. И я помню, что на крыльце этого здания сидел сторож, бывший каторжанин с рваным носом. Правда, не знаю, куда потом делся этот мрачный человек. А на нашу базарную площадь у церкви, даже я это помню, для торговли по воскресеньям съезжались люди со всей округи. Так что предполагаю, что жили люди неплохо. Для своего времени, конечно. Село у нас было большое, богатое, сплошные постройки, много двухэтажных домов, а сейчас все пришло в упадок. Насколько я знаю, на нашей бывшей улице сейчас остался всего один дом. И настоящим украшением села была наша белокаменная церковь. Небольшая, но видная и заметная. Насколько я помню, ее начали строить в 1811 году и строили потом целых 50 лет. Но в 1933 году сделали из нее клуб, где показывали первые звуковые фильмы и устраивались танцы. И как же я помню, удивился, впервые оказавшись в Москве. Смотрю, а на Красной площади, буквально у самого Кремля, стоит церквушка. Ведь Сталин ее прекрасно видел, но ее не тронули. Так почему же у нас в Сибири их нужно было разрушать? Я же лично видел, как с нашей церкви стаскивали кресты, сбрасывали колокола, и они потом долго валялись разбитые у всех на виду. А уже в войну остатки нашей красавицы окончательно разобрали и из этого кирпича построили селосную башню. Вот это мне и сейчас непонятно. Но во всех этих преступных ошибках и перегибах я никогда не винил лично Сталина. И уверен, что положительные его достижения значительно перевешивают все ошибки и недостатки. Просто он, на мой взгляд, слишком уж доверился своим опричникам, которые явно перегнули палку. Но зачем, спрашивается, нужно было арестовывать нашего безногого сапожника? Ну да, комментировал он газетные заметки, но какой же из него враг? И вот я вспоминаю своих родителей, прекрасно понимая, как они пострадали, какая у них должна была быть обида, но я не помню, чтобы они хоть раз как-то выразили свое возмущение или недовольство советской властью. Ни разу я от них ничего подобного не слышал. Конечно, может быть, боялись, а может, просто были так воспитаны, но все же не ругали. Ни мать, ни отец ни разу не ворчали, и я никогда не слышал от них нытья. Словно этот страшный пожар отнял у нас все, и мы стали жить с чистого листа. Но что удивительно, хоть бы кто меня потом попрекнул, никто ни разу, и отец, когда вернулся, тоже со всеми нормально общался. Так что, как это не покажется странным, но обиды на Сталина, на советскую власть у меня никогда не было и нет, хотя отцу по-настоящему исковеркали жизнь. А может быть, это идет от того, что я рано понял, что отец просто вовремя не осознал всех преимуществ коллективного хозяйства, уперся и только зря пострадал за это. Но в то время вы хоть примерно представляли, себе размах репрессий. Откуда? Ведь информации никакой не было. Поэтому даже и не догадывался, хотя о врагах народа судачили много. Например, когда в 1937 году оба наших колхоза, социализм и власть советом объединили в один, то назвали его имени Разумова. Примечание. По данным Википедии, Михаил Осипович Разумов, урожденный Арханцев, Арон Иосифович, 1894, 30 октября, 1937. Советский политический деятель, член РСДРП с 1913 года, избирался членом ЦРК в 1930-1934 и ЦК ВКПБ в 1934-1937 годах. В 1933-1937 годах работал первым секретарем Восточно-Сибирского крайкома Иркутского обкома ВКПБ. Репрессирован. Но после того, как его объявили врагом народа, колхоз переименовали в имени Ежова. Правда, вскоре его по известным причинам опять пришлось переименовывать, и тогда уже решили назвать без всяких изысков Родина. А сколько портретов нас обязали заклеить в школьных учебниках? Но вы должны понять, что в то время мы воспринимали все это как должное, что действительно нужно убрать, выкорчевывать всех внутренних врагов, которые мешают стране развиваться и идти вперед. А уж после Сталинграда и других побед слово Сталина не подвергалось ни малейшему сомнению. Настолько это стал огромный и непререкаемый авторитет. Так что лично я никогда ничего плохого про Сталина не слышал. Может, конечно, все были настолько напуганы. Это тоже возможно. Но факт тот, что никогда я такой крамолы ни от кого не слышал. Сейчас очень много говорят и пишут о том, что все достижения нашей страны при Сталине, и в том числе и победа на войне, стали возможны только благодаря сильнейшему репрессивному аппарату и страху людей перед суровым наказанием в случае неисполнения поставленной задачи. Вы можете согласиться с этой точкой зрения или нет? Вот вам, например, приходилось видеть показательные расстрелы. Я вам уже рассказывал, что перед самым отъездом на фронт нас погнали пешком за 15 километров на артиллерийский полигон и показали стрельбу по фанерному танку, но не рассказал о том, что нас еще раз вывели за город, построили как декабристов в каре и показательно расстреляли одного дезертира. Видно для того, чтобы мы не дрогнули в бою. Помню, поднимаемся на возвышенность, оглядываясь и прямо поразил с увиденной картиной. По дорогам к этой высоте со всех сторон шли колонны полков всего Коломенского арт-центра. Пока ждали, начали шептаться. Чего ждем? Что будет? Стоим, курим, переминаемся с ноги на ногу. Наконец, подъезжают две машины. Из одной выходит генерал, а из другой два солдата НКВД вывели солдатика. Причем, маленький такой парнишка, стриженный, без шапки, только в шинели. В общем, ничем не отличался от нас. Хотя мы его особенно и не рассматривали, потому что лицом он стоял не к нам. Генерал зачитал приговор, объяснил, что этот так похожий на нас парень дважды дезертир, еще что-то натворил, если не ошибаюсь, убил целую семью из-за продуктов. И потом солдатам дали команду «Винтовки на руку, заряжай, пли». А солдат ничего не сказал, не просил и как стоял, так и упал. Офицер НКВД подошел и сделал контрольный выстрел. Какие чувства вызвала эта картина? Все сразу моментально поняли, что шутки закончились и что в армии во время войны действуют жесточайшие законы. Но на мою беду мне пришлось увидеть еще одну казнь. Это случилось где-то в Белоруссии при форсировании реки Сож. Наши саперы там не успели подготовить переправу и в селе у реки стали накапливаться войска. Помню, я еще тогда подумал, не дай бог, сейчас налетят немцы, потому что все было забито войсками. А ведь иногда на передовой случалось, что немцы не жалели и кидали мину всего по трем или даже по двум солдатам. Поэтому только по одному можно было ходить, а тут целое село битком. Машины, танки, повозки, пушки, кухни. В общем, пока ждали переправы, прошел слух. Нужно идти посмотреть, как при въезде в деревню повесят предателей. Приходим туда, действительно, стоят три виселицы. Через какое-то время смотрим, ведут троих мужиков в штатском. Поставили их на табуретки, надели веревки на шею и стали зачитывать приговоры за то, что они активно сотрудничали с немцами, за то, что охотились на партизан, а третий вроде подавал сигналы ракетами. Один награжден немцами медалью, другой поросенком и не помню, что еще, но в итоге их приговорили к смертной казни. А я стою и наблюдаю за этими людьми, у которых уже петля на шее. Стоят лица черные, отрешенные, смотрят куда-то вдаль, и никто не проронил ни слова. Так не так, ничего, ни звука. Двое опустили головы, а первый, грузный такой мужик, помню все, смотрел по сторонам, видимо, прощался с этим миром. И когда из-под них выбили табуретки, то двое начали дергаться, а у первого петля оборвалась. И нам стало интересно, что же будет, ведь известно, что по старинному обычаю в таком случае полагается помиловать. Но не тут-то было, повесили его во второй раз. И провисели они там долго, пугая солдат. Потому что, когда ночью к селу подъезжали машины, то солдаты, увидев село это людей, шли к ним спросить, что это за село, но поняв в чем дело, прямо шарахались. А вам самому во время войны пришлось видеть проявление трусости или какой-нибудь другой негатив? Ведь хорошо известно, что вся мерзость проявляется именно в самые тяжелые времена. Всяких хитрованов и в тылу, и в армии хватало. Это да. Вот как, например, получилось с нашим односельчанином-скрыпником. Его должны были призвать, но почему-то долго не призывали. Уже похоронки стали приходить с фронта, и люди начали роптать. Как же так? Всех забрали? А этот здоровый бугай, чего же? Я тогда не вникал в это дело, но после войны как-то мы разговорились, и он мне признался, что просто откупался от призыва. Я рыбомешок наловлю, и как еду мимо, обязательно завезу военкомат знакомому. И они мою учетную карточку сверху стопки в самый низ. Правда, его потом все-таки призвали, он успел повоевать и даже был ранен. Но это такая категория людей. Он вообще по жизни был хитрый, изощренный человек, поэтому у меня к нему всегда было плохое отношение. Ходили слухи, что в гражданскую он прятался от войны где-то в лесу, и именно тогда пристрастился к охоте и рыбалке, но потом вроде все-таки примкнул к партизанам. Он ведь и в колхоз никак не хотел вступать, поэтому его даже в ссылку отправляли за тунеядство. Потом придумал, что чем работать, вступил в другой колхоз и открыл у себя в доме проезжий двор. А за все время на фронте я помню всего несколько случаев ярко выраженной нервозности, но и они не привели к бегству, дезертирству и трибуналу. Помню, например, что перед самой отправкой на фронт нам прислали нового политрука, старшего лейтенанта Юсупова, и в дороге он нам в вагоне настолько все уши прожужжал разными фронтовыми байками, что мы уверовали, что он необыкновенно храбрый и смелый командир, с которым мы ни за что не пропадем. Но когда нас бросили на защиту Севска, то за 10 дней боев мы его на батарее не видели ни разу, и только когда нас отвели в оборону к хутору Михайловскому, то на второй стороны деревни к нам идет этот самый политрук. Но в это время над нами опять появилась рама и стала кружить. Так этот смельчак, не дойдя до нас метров 400-500, сразу развернулся и пошел обратно. И все, больше мы его вообще никогда не видели. Но я не помню, чтобы у нас его как-то осуждали. Нет, мы о нем никогда не говорили, просто позабыли про него. Вообще, я для себя сделал такой вывод, что страх это необходимый защитный рефлекс организма, и далеко не каждый его может преодолеть. Одни могут, а другие нет, не дано. Это как быстро бегать, например. Одним это дано, а другим нет. Поэтому и не особенно склонен винить людей за это. Но я помню, например, что когда в Коломне наш командир взвода Питерман не поехал с нами на фронт из-за того, что у него вдруг открылась язва, то все расценили это вполне однозначно. Вы затронули довольно щекотливую тему об отношении к евреям в армии. Многие ветераны признаются, что во время войны довольно широко велись антисемитские разговоры. Нет, антисемитских высказываний не помню, но надо прямо сказать, что на фронте я евреев почти не встречал, как, впрочем, и людей очень многих других немногочисленных национальностей. Но те евреи, которых я встречал, по большей части устраивались еще до передовой, в штабах, на складах. Помню, например, что за складом в запасном полку у нас служил Гонекман. А вот за все время на передовой я встречал только одного еврея, того самого Мишку Центнера, с которым у меня сложились отличные отношения. Это был мой ровесник, высокий, подтянутый парень атлетического сложения, что называется косая сожень в плечах. Кажется, москвич, причем детдомовский. Вот сказал вам это и сам задумался, а был ли он вообще евреем. Ведь он же сирота, родителей своих вообще не знал, так с чего мы вдруг взяли, что он еврей? Из-за фамилии, наверное, так решили. Но очень своенравный, необычный был парень, и мне запомнилось, как он себя впервые проявил. Как-то старшина выдавал нам зимнее обмундирование, валенки, ботинки, нижнее верхнее белье, а главное рукавицы. Но если шубинки из овчины погрубее, то зайчи вроде как помягче. И когда Центниру достались шубинки, то он так обиделся, что подошел к печи, открыл заслонку и швырнул их в огонь. Тут мы сразу поняли, что он парень с норовом. И на фронте он тоже проявлял свой характер. Помню, в июне иду по ходу сообщения и вдруг вижу, что в траншеи выкопана ниша, сверху и сбоку доски обклеена какими-то картинками из журналов. Спрашиваю его, ты чего здесь? А я не хочу спать в общей землянке. И я его понял, потому что в землянке и так-то душно, сыро, да еще и блохи, от которых просто нет спасения. Вы, кстати, знаете, почему немцев называли вонючие фрицы? Потому что если мы в качестве профилактики от блох использовали пучки полыни, то они свои землянки настолько сильно загазовывали дустом, что от них самих потом нестерпимо воняло. Но вы только представляете, в землянке семь-восемь мужиков, которые месяцами не то что не мылись, даже не раздевались. Да еще, если ночью все пукнут хотя бы по разу, то хоть топор вешай. Так что Мишку я понимал. Потом, помню, он притащил из деревни два столба, влащение соорудил из них турник, и я лично видел, как он на нем крутил солнце. Очень смелый был парень, но ему не повезло. Когда мы переехали в Новгород-Северский, то их расчету попалась неудачная позиция. Встали среди пеньков на месте яблонево сада. Но ведь есть такой неописанный закон, что под деревом или возле него никогда нельзя копать окоп. И вот какой-то случайный снаряд ударил в пенек рядом с ними, командира расчета Осколкова ранила, а Мишка умер от ранения в голову. У меня эта картина до сих пор перед глазами. Наш высокий Мишка с забинтованной головой лежит на носилках у КП «Сороки», а рядом суетилась наш санинструктор Лида. Примечание. По данным АБД «Мемориал», наводчик орудия 120-го ИПТАПа, Красноармия «Центнер», Мотор Михайлович, 1924 года рождения, погиб 17 сентября 1943 года. Вообще, с людьми каких национальностей вам пришлось вместе воевать? У нас служили люди самых разных национальностей. Посудите сами. Порторг Кинжигалиев и комвзвода Шалкинбаев казахи, врач грузин с Гуладзе, фельдшер Чуваш Горохов, знаменосец узбек Мамаруза Насыров. Второй порторг таджик Хамид Надыров, замполит дивизиона украинец Лебеденко, о прорусских даже не говорю. То есть, чрезвычайно пестрый букет всевозможных народностей. Но никто и никогда никого не попрекал и не обзывал. Всегда воевали дружно и не делили солдат на своих и чужих. Никакой вражды, никаких конфликтов, тем более никакой дедовщины я ни на войне, ни после ни разу не видел. Всегда жили мирно. Но вот что я заметил. Все, кроме русских, старались держаться вместе, кучковались. Чуть только свободная минутка, надсмена сразу в свой кружок. Вам приходилось слышать про конфликты между солдатами, которые решались с помощью оружия? Нет, такого у нас ни разу не было. Правда, однажды у нас часовой ранил штабного писаря, но тот сам виноват, потому что нечего по-дурацки шутить. Ему вдруг взбрело в голову ночью подкрадываться к часовому у знамени полка, чтобы напугать его. Вы рассказывали, что среди солдат у вас попадались и бывшие заключенные. Вели они себя нормально, никаких драк, например, не устраивали. Но продавали себя что-то из обмундирования. Это да. Но за все время моего пребывания на фронте у нас только однажды наказали солдат за серьезный проступок и отправили в штрафную роту. Тех двоих за корову. А вообще они у нас проявили себя хорошо, были отважными, расторопными, особенно если дело касалось чего-то разведать или достать. Поэтому именно их старались брать в отделение разведки. А вы, кстати, не хотели перейти из водоуправления к орудию? Нет, не хотел. Потому что, как я вам уже говорил, что меня 45-ки как-то сразу не впечатлили. Недаром их в армии прозвали «Прощай, Родина». Зато, когда в самом начале 1944 года нам их заменили на 57-мм орудия, то мы словно воскресли, потому что это очень хорошее орудие. Очень. Но главное даже не в этом. Просто быть номером в расчете, это значит быть привязанным к ней, как катаржанин к тачке. Звучит грубовато, но это так. А я любил свободу. На меня армейская дисциплина и так сильно давила. А если бы еще пришлось быть привязанным к чему-то? Нет, мне больше нравилось, когда комбат мне давал поручения. Тюленев, бери пакеты, чеши в штаб полка. Но когда вернулся и доложил все, до нового приказа можно отдохнуть. А в орудийном расчете ты себе не принадлежишь. Вечно какие-то заботы, даже отойти далеко нельзя. Вы можете рассказать, что конкретно входило в ваши обязанности? Все. По должности мы хоть и числили с разведчиками, но выполняли самые разные поручения. Ходили в разведку, держали связь между пехотой, нашими огневыми позициями и штабом полка. А если надо было, то могли и телефонную связь протянуть. То есть фактически были гонщими псами комбата. В нашем ИПТАПе, пока его под конец войны не переделали в легкий артиллерийский полк, было пять батарей. И в каждой из них при комбате была своя ачейка управления. Командир отделения разведки еще несколько человек. Они же и связные, и посыльные, и все кто угодно в одном лице. Войну я закончил сержантом, чистился в управлении 2-го дивизиона, но, как уже рассказывал, занимался только комсомольской работой. Вот, кстати, вспомнился довольно любопытный эпизод, который случился где-то осенью 1945 года, когда мы стояли в Кёнигсберге. Как-то вызывает меня к себе наш новый замполит полка, подполковник Смелкин, и говорит, «Вы хорошо знаете ординарца комбата 4-й батареи Перепекина? А это был такой кудрявый рыжий паренек, который пришел к нам в полк незадолго до конца войны. Вам не кажется, что вы допустили ошибку, поспешив принять его в комсомол? Нет, говорю, за это короткое время он успел отлично проявить себя в боях и даже получил медаль. А что случилось? По данным СМЕРШа, вот этот ваш шустрый разведчик оказался немецким лазутчиком, на совести которого убийство командира партизанского отряда. Но тогда он успел сбежать, а у нас оказался по чужим документам. Для принятия в комсомол не требуется запрашивать данные на кандидата, а мы исходили только из тех фактов, что сами видели. Он же проявил себя отлично, был смелым, старательным и дисциплинированным, поэтому мы его и приняли. Он уже арестован и разоблачен, а вы впредь будьте максимально бдительны. На том наша беседа и закончилась. «Вы случайно не знаете, велся ли боевой счет вашего полка?» «Я знаю эти цифры, потому что, как я уже рассказывал, сразу после войны у нас сформировали полковую комиссию для написания подробной боевой летописи полка. Возглавил ее ПНШ по разведке Харитонов, мой первый ком взвода, а мы, несколько ветеранов полка, ему помогали. И вот тогда от него я и услышал эти цифры. Весь наш полк за годы войны уничтожил около ста танков и САУ противника, из которых на счету нашей батареи около 20 танков. Помимо этого уничтожили 70 машин, мотоциклов 10, орудий 20, огневых точек 60, бронетранспортеров 30, подвод 70, блиндажей 11. Подавлено арт-батарей 9, минометных 10, зенитных 5, отбиты контратак 9, танковых 16, уничтожены живой силы противника около 5 тысяч солдат и офицеров, израсходовано около 23 тысяч выстрелов. А какие потери понесла при этом батарея? Тут я вам ничего не скажу, потому что этих цифр не слышал. Но по моим прикидкам пополнялись мы около 10 раз. А вам самому не пришлось убивать на войне? Я пробыл на фронте 737 дней, но за все это время мне лишь несколько раз пришлось стрелять в бою из своего личного оружия. Это случилось на Плацдарме на Десне, еще где-то, и когда мы попали в окружение в Восточной Пруссии. Но тогда стреляли все и много, а вот кто именно убил и сколько, никто не считал, просто не до этого было. А вот так, чтобы в упор и точно знать, что это я убил, такого не случалось. Но вообще я по своей природе настолько гуманный и милосердный человек, что даже и не представляю, как бы мне пришлось застрелить пусть и врага или тем более ножом резать. Помню, как-то разговаривался с нашим фельдшером, и он мне сказал, финскую как-то пошли в атаку, и когда сошлись рукопашные, то я проткнул финна штыком, но при этом раздался такой хруст. Уже война с немцами окончилась, а у меня до сих пор в ушах этот хруст звучит. Вот что значит убить человека. Вы несколько раз упомянули про тяжелые бои в самом конце войны, когда ваш полк даже оказался в окружении. Когда в середине января 45-го началось наступление, то мы в составе первого танкового корпуса продвигались к Кёнигсбергу. Стремительное и успешное наступление нас и радовало, и вдохновляло, но в то же время оказалось невероятно тяжелым и изнурительным, потому что это были дни сплошных боев без малейших передышек, причем в суровых зимних условиях. И этот рейд по тылам врага для нашей боевой группы чуть не закончился трагедией. Увлекшись победным маршем, утратив бдительность, но самое главное, изнуренные в непрерывных боях, оставшись без горючего и боеприпасов, полк наконец-то остановился в фольварке Помпикен. Примечание. Ныне территория сельсовета Долгорукого, Багратионовского района Калининградской области. В конец измученные солдаты, несмотря на артиллерийский обстрел, разбрелись под домом и сараем и уснули мертвецким сном. Помню, зашли мы в пустой сарай, бухнулись на это сено и сразу же уснули. Пришел старшина позвать на ужин, но никто не пошел. А что вы хотите, ведь десять суток почти не спали и измучились страшно. И вдруг часа в четыре утра забегает какой-то солдат. Немцы. Кто-то зевая ему ответил, какого хрена спать не даешь? В общем, послали его, тот и убежал. Тот забегает офицер и своим командным голосом нас все-таки поднял. Оказывается, немцы смяли боевое хранение пехоты и мне потом Павел Мужецкий, который сейчас живет в Тирасполе, рассказывал, что из всего расчета он один остался жив и вел стрельбу, пока не разбило орудие. Но в целом быстро сориентировались, заняли барону и тут же все артиллеристы, танкисты, связисты, шофера, повара все превратились в пехоту и открыли огонь по столь внезапно появившимся немцам. Помню, что в этой экстремальной ситуации меня немало удивил наш шофер Жора Соловьев. Это был интересный, но в то же время довольно закрытый, даже скрытный человек. Поэтому между собой его называли загадочный шофер. В нашем полку он воевал с весны 1943 года и всегда отличался умом, здравыми суждениями, волей и хваткой настоящего руководителя, но почему-то все время оставался простым шофером. К тому же у него единственного из нас была огромная редкость для того времени кировские наручные часы. Поэтому мы подозревали, что он какой-то проштрафившийся начальник. И вот в Пампекене в этой ночной панике и неразберихе одним из организаторов обороны оказался наш Жора Соловьев. Бой продолжался до самого утра и, несмотря на немалые потери, немцев все-таки отбили. Но с рассветом они усилили минометно-артиллерийский огонь, к тому же налетела авиация и в конце концов нам пришлось все бросить и отойти в фольварк. И все три дня, что мы там пробыли в кольце, немцы молотили по нашему фольварку. Нам же деваться было некуда, потому что все дороги к отступлению были перерезаны, но и предпринять что-либо серьезное мы тоже не могли, потому что ни снарядов для артиллерии танков не было, ни горючего. Попытались было на трех бронетранспортерах отправить тяжелораненых в Самбат, но не сумев прорваться, они вернулись обратно. И многие наши товарищи умерли у нас на глазах. Жора Соловьев, которого ранило в грудь, радист Быцко, старшина Самок, все они там умерли от ран. Примечание. По данным ОБД Мемориал, шофер 5-й батареи 120-го лапа, красноармеец Соловьев Георгий Никифорович, 1910 года рождения, проживавший до войны по адресу город Ленинград, Кондратьевский проспект 40, корпус 2, квартира 69, погиб 8 февраля 1945 года. Также 8 февраля 1945 года погиб из старшей телеграфии 2-го дивизиона 120-го лапа ефрейтор Быцко, Михаил Тарасович, 1925 года рождения. А немцы прекрасно понимали наше безнадежное положение и, не предпринимая атак, бомбили и обстреливали нас беспрестанно все три дня. Было очевидно, что сил додавить нас у них нет, и они ждут подкрепления. Но наше мрачное тревожное настроение успокаивало то, что вместе с нами находился генерал, если не ошибаюсь, Филиппов, который не только руководил нашими действиями, но и не давал нам скисать. И мы сами тоже понимали, что наше командование не бросит нас на произвол судьбы все-таки уже не 41-й год на дворе, а 45-й. Генерал по рации постоянно требовал помощи, и мы ее все-таки дождались. Через три дня к нам прорвались наши соседи и вывели из окружения. В этом рейде мы и людей много потеряли, и техники. От полка остался фактически всего один дивизион, поэтому нас отвели на доформирование в местечко Финкенхофф. И вскоре к нам туда приехал командир 1-го краснознаменного танкового корпуса генерал Будков из успешной бои в Восточной Пруссии вручил нашему 120-му ЛАП орден Александра Невского. Были награждены и очень многие мои боевые товарищи, а мне вручили орден Красной Звезды. В штурме Кёнигсберга ваш полк участвовал? Да, после переформирования нас бросили на штурм Кёнигсберга. Наш дивизион тоже участвовал в длинной трехчасовой артподготовке, а потом пошла авиация. Слышим какой-то гул сзади, оглядываюсь, а там в небе словно воронье. Оказывается, наше командование попросило о помощи союзников, и сотни, наверное, американских бомбардировщиков прошла на совсем небольшой высоте и вывалила все свои бомбы на Кёнигсберг. Живого не должно остаться. Но знаете, как эта муху газетой ударишь, она лежит, словно мертвая, а потом вдруг очухивается. Так и немцы сражались до последнего. Наши орудия участвовали в уличных боях, помогали пехоте. Но Кёнигсберг мне запомнился не только тем, что там прошли наши последние бои и на этом наша война закончилась, но и тем, что я там встретился с другом детства. Можно об этом рассказать? На фотографии друг детства Павел Клочан Даже нужно. С Павлом Клочаном мы познакомились еще когда вместе учились в нашей юстианской школе. Помню, когда учились в седьмом классе и пошла волна массовых разоблачений предателей, вредителей и шпионов, то мы с ним вместе вырезали из учебников портреты врагов народа. И особенно запомнилось, как на одном из уроков мы с ним разгадывали «Ребус». Крутили-вертели свои тетради, потому что прошел слушок, что на обложке в рисунке к стиху Пушкина «Песня о вещем Олеге» есть зашифрованная надпись «Да здравствует фашизм». Такой фразы, конечно, не обнаружили, а единственное, что мы крамольного нашли, что у Олега на ножнах меча, где кольцо, вроде действительно вырисовывалось слово «Долой ВКПБ». Насколько я знаю, директор пищебумажной фабрики имени Бубнова, выпускавший эти тетради, все-таки расстреляли. Павел был рослый и красивый юноша с черной шевелюрой, открытой доброй улыбкой, мягким голосом, но старомодным именем Прокопий. Поэтому для удобства ученики стали звать его Павлом. Но после окончания семилетки он уехал в город реализовывать свою мечту, стать летчиком, и наши пути разошлись. А в 1942 году мы с ним совершенно неожиданно встретились на железнодорожном вокзале в Томске, куда он тоже прибыл по службе. Тогда передо мной в парадной форме стоял подтянутый бравый лейтенант-пехотинец, на нем все скрипело и блестело, да и сам он сиял от радости, отчего выглядел еще более красивым. Признаюсь честно, что, глядя на него, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, радовался за него, что его назначили командиром учебного взвода в Белоцерковском пехотном училище, но и завидовал его в военной форме, судьбе, и ругал свое, что из-за судимости отца меня не приняли в училище и направили служить рядовым солдатам, и что в своей форме, в ботинках и обмотках, по сравнению с ним, я смотрелся серым и невзрачным. Помню на мой вопрос, а почему ты не летчик, он ответил, рад бы, да ее все немцы разбомбили, и пока нужнее пехотные командиры. Пожелав друг другу успеха, мы разошлись, но как оказалось, чтобы встретиться еще один раз в самом конце войны. Если не ошибаюсь, 9 апреля 1945 года, когда стало известно о капитуляции Кёнигсберга, все войска, что там находились, двинулись на площадь трех маршалов, где по этому поводу должен был состояться торжественный митинг и салют. И вот представьте себе, что в этой многотысячной толпе цвета хаки судьба опять меня свела с приятелем детства. После Охов и Ахов мы с ним по-братски обнялись и стали рассматривать друг друга, увидев на нем капитанские погоны и сверкающий орден на груди. Поздравил его. Везет же тебе. Опять фортуна. Но он мне ответил примерно так. Эта фортуна чуть не стоила мне головы, а уж седой точно. Снял фуражку, показал изрядно подернутой сединой волосы. Но тут подали команду по машинам, и нам пришлось расстаться. Правда, когда уже после войны мы с ним списались, то однажды я попросил его подробно описать историю, за которую он получил орден Красной Звезды. Если хотите, могу вам ее представить. Рассказ ветерана Великой Отечественной войны Клочяна Прокопия Никифоровича. В период подготовки к штурму Кёнигсберга меня вызвал штаб генерал Коробченко и обратился по-отечески. Так как вы еще до войны занимались в аэроклубе, прыгали с парашютом, а недавно окончили артиллерийские курсы выстрел, то мы хотим вам предложить ответственные задания — произвести воздушную разведку. Нужно будет подняться на аэростате и засечь высоты немецкие батареи, особенно зенитные, чтобы во время артподготовки их уничтожить. Безусловно, это очень опасное задание, потому что немцы откроют по вам огонь, но нужно продержаться в воздухе как можно дольше и засечь побольше огневых точек врага. Как и положено офицеру, я ответил, слушаюсь и пошел готовиться. В штабе изучил обстановку на карте, а потом меня отвезли в лес, где на поляне замаскированной ветками стоял наш аэростат с двухместной кабиной. Механика аэростата Сергей Петушков сразу мне дал краткий наказ держаться крепко, не бояться, рот не разевать, а работать быстро и четко засекать цели. И учитывая, что аэростат был закреплен на лебедке, которую перемещали вверх-вниз, особенно посоветовал держать свои потроха, а если вдруг начнем падать, то раскрыть парашют только по его команде. Подъем на высоту в полтора километра прошел нормально, так как немцы нас еще не обнаружили. Чем выше поднимались, тем шире становился обзор вплоть до самого Балтийского моря. И мне вначале даже стало интересно снова оказаться в воздухе, испытать удовольствие от чувства полета над землей. Снова проснулась мечта летать. Кругом простор, небо. Но когда перед нами открылась панорама обороняющегося 150-тысячного гарнизона, который непременно начнет нас расстреливать, то мне стало страшно. Механик, заметив, что я слишком увлекся видом города, крикнул мне, «Старшой, не лови ворон, засекай». По ярким вспышкам выстрелов в орудий я стал наносить на карту расположение батареи и одновременно заметил, что в нашу сторону летели вначале красные, а затем и зеленые и желтые трассирующие пули. А чуть позже стали раздаваться и хлопки разрыва зенитных снарядов. Вначале под нами, а потом и выше, и справа, и слева, но когда механик понял, что нас взяли в вилку, то крикнул в трубку «Вера 200!» и мы стремились короткое время зенитки опять обложили нас огнем, и чтобы спастись, механик подал земле команду «Май на 500!» и мы стали буквально падать к земле, и вот тут я и вспомнил его шутку про потроха. В итоге мы продержались в воздухе около двух часов и без потерь вернулись на землю. Гимнастерка на мне была мокрая насквозь, все тело дрожало от напряжения, и, выпрыгнув из корзины, я упал на землю, раскинул руки и, посмотрев в голубое небо, крикнул, что есть сил. Мы еще живы, но оказалось, что мы рано радовались, потому что нам приказали совершить повторный полет. И надо сказать, что после первого полета вся романтика бесследно пропала, и остался только страх, потому что мы уже прекрасно понимали, что нас снова ждет незавидная участь стать прекрасной мишенью для немецких зенитчиков. На войне опасно и страшно везде, но вдвойне опаснее там, где под ногами нет земли, на воде или в воздухе. Поэтому, честно признаюсь, снова подниматься на Растате нам ой как не хотелось, но приказ есть приказ. Мы уже заранее настраивались на худшее и, как оказалось, не зря. Видно, немцы уже заранее ждали нашего появления, поэтому сразу же принялись веримарьяно обстреливать нас. Достигнув высоты в два километра, мы начали засекать цели, а когда немецкие зенитчики обложили нас взрывами, опять началась игра в кошки-мышки. В этот раз мы продержались меньше часа, потому что Растат получил пару пробоин, и нам пришлось срочно спускаться на землю, чтобы залатать дыры. На третий день мы вновь взмыли воздух, чем, видно, окончательно взбесили немцев, потому что по нам моментально открыли ураганный огонь и полет окончился неудачно. Немцы уже поняли нашу тактику, пристрелялись и крепко зажали нас, не давая маневрировать. Почти сразу рядом снарядом разорвало обшивку, засвистел газ и мы стремительно понеслись вниз. Нужно было выпрыгнуть с парашюта, но мы просто не успели этого сделать и грохнулись прямо на какие-то деревья. Механик при этом погиб, а мне снова благоприятствовала фортуна. Отделался лишь переломами, ушибами, контузией и сотрясением мозга. А через неделю в госпиталь приехал адъютант генерала и вручил мне орден капитанские погоны и его устную благодарность. Молодцы! Насколько я помню, Павел встретил День Победы командуя подразделением САУ-100, а своего сына, родившегося после войны, назвал Сергеем в честь погибшего Сергея Петушкова. Как вы узнали о Победе? После взятия Кёнигсберга нас отвели на отдых в местечко Финкенхофф, а известие о том, что Берлин пал, застало нас в Гумбинене. К тому времени мы усиленно готовились к отъезду на Дальний Восток, ждали его буквально со дня на день, а я все думал о том, как бы сообщить родителям, что буду проезжать через станцию Каннск-Енисейск, которая совсем недалеко от нашего дома, и как бы нам хоть мельком увидеться, хоть махнуть бы им рукой из вагона. Потом нас вдруг перевели непосредственно в Кёнигсберг, в артиллерийские казармы, и вот там мы и услышали о том, что война закончилась. Конечно, ждали этого известия со дня на день, и когда как-то ночью вдруг поднялась сумасшедшая стрельба, то сразу стало понятно, что все, войне конец, победа. Радость была не просто сумасшедшая, словно гора с плеч упала. Устроили митинги, собрания, но каких-то особых торжеств я у нас не помню. По-моему, даже по 100 граммов не выдали. И началась мирная жизнь. Но если с одной стороны это огромное счастье, что закончилась война, то с другой началась такая неприятная вещь, как скука. Только поймите меня правильно. Я тоже был очень рад, что наконец-то прекратилась эта бойня, но ведь мы уже привыкли к такой насыщенной, интересной жизни, полной событий и эмоций. Когда, например, в наступлении перед тобой постоянно сменяются разные города, местности, происходят какие-то события, а это ведь новые, порой очень яркие впечатления. И вдруг все это разом кончилось, это словно вольную птицу посадить в клетку. Из голодавшейся под духовной пищей мы буквально набрасывались на любые книжки, газеты, но главным нашим развлечением стал театр. Он находился рядом с нашими казармами, и если я вам скажу, что однодневками, которые его обслуживали, начальником поставили одного из наших сержантов, то вы поймете, почему я смог посмотреть все постановки. Тут и свадьба Кричинского, и Жени Бабелугина, и многие другие, не говоря уже об эстрадных концертах. Вскоре после победы первый танковый корпус преобразовали в дивизию, а наш легкоартиллерийский полк преобразовали в ГАТ, гаубичный артиллерийский дивизион. Местечко, в котором мы стояли, называлось Шарлоттенбург. Стояло казарм десять в ряд, а напротив за шоссе двухэтажные коттеджи, где расселили офицеров. Рядом канал, мост, дом офицеров, маленький садик, ничего не скажешь, все очень удобно, уютно и красиво. И запомнил, что пока мы обустраивали эти казармы, к нам повадились ходить какие-то штатские немцы, подходили к нашей кухне с какими-то баночками, котелочками и просили поесть. И вспоминая, как нам самим было жалко на них смотреть, таких голодных, униженных, раздавленных. И тем удивительнее, как же быстро все-таки немецкий народ смог воспрянуть и поднять страну из руин. Городок мы восстановили быстро, но первую зиму провели без тепла, так что первый год получился тяжелым. И уже после войны мне однажды попалось очень правдивое стихотворение, которое написано словно о нас. Давай, дружище, покажи свою казарму крупным планом и прибалтийские огни, и службу в Калининграде, и мажь броски через метель, и в пальцах зябки холод стали, и плац, в который каждый день мы молодость твою вбивали. Какие у вас награды за войну? За бои на плацдарме у Новгород-Северского медаль за отвагу, а орден Красной Звезды за Восточную Пруссию, за бои в Прибалтике медаль за боевые заслуги, и медаль за взятие Кенесберга и за победу над Германией, и еще семь благодарностей от Верховного Главнокомандующего. Некоторые ветераны с обидой замечают, что награждали не всегда справедливо. Лично у меня никаких обед из-за наград никогда не было, потому что кто и как там решал награждать, за что, до нас эти тонкости не доходили. Правда, я знаю, что под конец войны старались наградить тех, кто еще оставался без наград. Хотя раньше случалось и совершенно обратное. Например, пошли в разведку командир взвода разведки, старший лейтенант Леонов, и его дружок, наш Ночхим, старший лейтенант Макаров. Этот Леонов был такой лазучий, пронырливый, всегда все знал, и если он ходил по долгу службы, то Ночхим просто скучал и ходил с ним за компанией. Но когда писали представление к наградам, Леонову да, а Ночхиму нет, всегда вычеркивали. Даже якобы ругали его, мол, что это за дурь, почему он поперся в разведку. Другое дело, когда обстоятельства поворачиваются так, что людям приходится проявлять отвагу и героизм. Вот я, например, вспоминаю, как храбро проявили себя однажды наш врач и заместитель комполка по хозяйственной части. На следующее утро, после освобождения Минска, мы выбрались на магистраль Москва-Минск и двинулись в тыл. Но вдруг попали под обстрел одной Катюши, потому что нас приняли за прорывающихся из окружений немцев. Несколько человек оказались ранены, но в целом нас спасло только то, что это был лишь один залп одиночной Катюши. И пока мы разбирались что да как и разворачивались к бою, на наши тыловые подразделения действительно напали немецкие окруженцы. Но тыловики не подкачали и вступили в бой. А полковой врач Сгуладзе, который возглавил оборону, даже лично повел людей в атаку. И вот сейчас не вспомнилась еще одна история, и вот сейчас не вспомнилась еще одна история, которая показывает, что и на войне многое похоже на то, что происходит в мирной жизни. Думаю, вы меня поймете. Был у нас в полку такой шофер Амельченко, который водил Студебеккер. Однажды шла колонна полковых хосмашин во главе с майором Губкиным, который потом стал чуть ли не министром. И вдруг из-за леса внезапно, как пираты, налетели две пары немецких самолетов. Сразу подожгли головную машину, и вся колонна встала. Шофера начали в панике разбегаться, потому что немцы делали заход за заходом, и только Амельченко прямо через кувет вывел свой Студебеккер из-под обстрела в лес, и тем самым спас машину. А все остальные с различным имуществом, с документацией, со снарядами, сгорели. Так после боя Амельченко пошел к комбату и прямо так и сказал. Все машины сгорели, и только я свою спас. Давайте орден. И что вы думаете? Дали. И эта ситуация потом повторилась почти до мельчайших подробностей. Как-то в Восточной Пруссии все орудия рассредоточили по гневым позициям, но машины вообще некуда было спрятать, и их согнали в небольшую лощинку. И когда налетели немецкие самолеты, никто не шевельнулся, и только Амельченко кинулся к своему Студебеккеру и вывел его из-под огня. Снова пошел к комбату, давайте орден, и опять получил награду. Вы совсем ничего не рассказывали о боях в Прибалтике. В сентябре 44-го наш полк сняли с огневых позиций у города Ломжа в Польше и отвели в тыл на большую переформировку. Получили новые 76-мм орудия, начали их осваивать, и вдруг приказ немедленно выдвинуться под Добеля и Шауляй. Оказалось, что в том месте пыталась вырваться из окружения большая немецкая группировка, но мы подоспели как раз вовремя. Только приехали, даже смотреться толком не успели, как 18 сентября на нас обрушились немецкие танки. Уже после войны я читал в исторической литературе, что как раз на нашем направлении немцы пытались прорвать кольцо окружения с помощью мощнейшего танкового тарана из около 200 танков. Но в первые же сутки боев только наш полк подбил до 20 танков и общими усилиями все-таки остановили немцев. Правда, на следующий день они предприняли обходной маневр по лесам и ударили по нам с флангов и тыла, в результате чего полк понес значительные потери. Но к нам на помощь вовремя подоспели части первого танкового корпуса и отбросили немцев. Потом я слышал, что за эти тяжелые бои командир корпуса Будков предложил представить кого-нибудь из нашего полка к званию Героя Советского Союза. Но наш комполка постеснялся это сделать. Но мне почему-то за все время этих боев в Прибалтике больше всего запомнился такой эпизод. Как-то остановились в одном месте, начали окапываться. А земля была как камень, и за полдня работы я смог себе выкопать окоп глубиной только по колено. Но когда начался повторный сильнейший обстрел, то в мой окоп бросился начальник разведки нашего дивизиона, старший лейтенант Кувшинов. И когда мы с ним уже после войны виделись на встрече ветеранов, сказал ему «Юрий Григорьевич, а помните, как стоя на коленях в моем окопе вы сунули голову вниз, а вся казенная часть осталась наружу?» Еще запомнилось, что когда оказались в Каунасе, то зашли в городскую тюрьму просто посмотреть. Сразу набрались там блог, но меня поразило, что в камерах на стенах было много надписей на русском языке. Я прямо своей кожей почувствовал, как этих людей мучили и пытали. А уже к концу ноября 1944-го вышли к границе Восточной Пруссии. И я помню, как ребята обрадовались, когда увидели, что на вражеской земле сплошные пожары и по всему фронту валит дым. Интервью и литературная обработка Николая Чубану Конец третьей части Читал Олег Лобанов